Курская битва 2024 продолжается. Как живет Суджа без русского мира? Эксклюзивные кадры. Под контролем Украины 82 населенных пункта, сотни пленных российских солдат. И это только начало. Ад в Константиновке и Покровске. Враг жестоко бьет ракетами Х-38. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Ну что, готовы? Тогда мы начинаем. Начинаем, конечно же, с событий на Курском направлении фронта. Про город Суджа в том числе сейчас говорят во всем мире. И вот съемочная группа журналистки ТСН Натальи Нагорной побывала в той самой Судже. Там, оказывается, уже открыта военная комендатура. И сейчас украинские воины делают все, чтобы оставшиеся там люди были на попечении Украины. Наступательные действия нашей страны в Курской области поддержала Финляндия. Ее президент и премьер заявили от российской агрессии. Киев праве защищать себя и на территории России. Все детали прямо сейчас в материале Натальи Нагорной. Ничто не остановит идею, время которой настало. Мы ведем репортаж из населенного пункта Суджа, Курщина. Первое, что видим, горелые российские танки. Эта колонна российской техники пыталась двигаться на украинскую территорию, но, как видите, не доехала. Вот такая она Суджа, когда-то городок на 5000 человек. Сейчас можно увидеть, насколько отличается заход украинских и российских войск. Наши зашли, и почти все целое. Теперь сюда не достают ни дроны, ни артиллерия. Этот город разрушают российские авиабомбы. Сейчас мы находимся на месте первого боя в Судже. Он длился сутки. Вот там уже украинская граница. И после этого наши военные двинулись дальше. Бой шел ровно день. С утра до вечера. Как ты думаешь, если ничего нету, что там будет? Тела, скорее всего, россиян. Ну, я не думаю, что туда стоит идти. Хотя хотите. Местный житель Вадим наблюдал из своего дома. Его не эвакуировали, хотя он имеет маленького ребенка. В городе остаются около сотни людей. Прячутся в укрытиях. В этом подвале остались только гражданские люди, которые прячутся от авиабомб. А мы прекрасно понимаем, что у Украины авиабомб нету. То есть вынуждены они прятаться от российских авиабомб. Начала заканчиваться еда и вода. Сегодня у нас среда, да? Я уже не считаю, сколько мы... Тут дома в подбале 7 дня сидела. Тут я уже не считаю ничего. Ни воды, ни чего. Вот хоть еда сейчас появилась. Вам привезли сейчас воду и... Привезли еду. Спасибо большое. Почему так произошло? Как так произошло? Знаете, я не знаю. Вроде бы мы друзья, товарищи, братья. И что произошло, непонятно. А вы про войну в Украине слышали, которую ведет Россия? Я ничего не слышала. Никто нам ничего не сообщил. Вот мы король. Власть вся нас бросила, уехала. О, они как коты. И те богатые, у кого машины уехали, они стали сказать, нас бросили. Просто ненужные элементы. Кто виноват в том, что так получилось? Я не знаю, что так получилось. Я не могу вам объяснить. Все было хорошо, тихо, мирно. Ну, дротики эти летали, бросят где-нибудь. Ну, мы так думаем, ну, может быть, все так прекратится. Но оно-то не прекратилось. А почему так получилось? Почему? Мы же были друзья. А вы знаете о том, что Россия напала на Украину? Кого же это нужно было? Вы слышали когда-нибудь, что Россия напала на Украину? Я вот попахнула, я глухла, я теперь не знаю, что со мной будет. А, ну, Владимир Владимирович Путин, он даже не знает об этом, что такая ситуация у нас здесь, пожалуйста. Думаю, ты ему просто рассказала, да? Он даже не знает об этой ситуации, что здесь у нас творится, что этот богачок просто бросил нас. Уже 74 пункта населённых, населённых пункта 74 заняты под контролем украинских сил обороны. Вы думаете, Путин не знает? Мне кажется, он не знает. Ему просто, просто не знаю, ему ничего не говорят. Просто нам отключили связь сразу, связь, мы не могли бы ни разным сообщить, что мы живы. А у нас уже всё разряжено. Воду привезли. Продукты питания, консервы, печенье, всякие сушёные фрукты. Харчевание, консервы, печенье. Спасибо, ребята, хоть вы нас не бросаете. Нас не бросаете, так сказать. И сейчас мы находимся в Судже именно в тот исторический момент, когда... Слава Украине! Героям слава! Когда российский триколор падает на землю. На данный момент под контролем сил обороны Украины находятся более 70 населённых пунктов Курщины. Всё только начинается... Сидинки, начинайте. Итак, Путин объявил в трёх приграничных с Украиной областях Курской, Белгородской и Брянской режим контртеррористической операции. Но самое главное тут другое. Есть чёткое ощущение, что война, которую Путин развязал на украинской земле, теперь переходит на территорию Российской Федерации. Это всерьёз, надолго и вполне логично. Самые свежие детали того, что происходит в Курской области, смотрите далее в материале журналистки ТСН и Яны Целесарчук. Вас не обижают. Да не, вы нас довезёте, ноги болят. В последнее время мы переводим язык россиян на украинский. И на этом видео с Курской области нам не нужно этого делать. Ребята, которые это снимают, также удивлены. Хоть и не украинка, но по-украински говорю. Так что, слава Украине! Слава! Тем временем среди пленных появляются те самые жители Грозного, командир которых утверждал, Ахмат не убегал. Украинцы просто прошли мимо чеченских опорных пунктов, что бы это ни означало. Ты откуда? Не знаю. Пропагандисты снимают материалы о том, как в Курске принимают беженцев из пограничных сёл. Крытку бегом закрывают и через сады, и помчались неизвестно куда. О чём не говорит российская пресса. Путин, который обещал каждому, кто пойдёт воевать в Украину, сразу по 800 тысяч рублей на руки. Это практически 9 тысяч долларов. Беженцам, которые остались без крыши над головой, выделил по 10 тысяч рублей. То есть чуть больше, чем 100 долларов. Сегодня у кремлёвского президента новое совещание, на котором он сообщает, это Запад борется с Россией руками украинцев. Поскольку Путин объявил в трёх приграничных с Украиной областях, Курской, Белгородской и Брянской режим контртеррористической операции, это автоматически сделало главным не военное руководство во главе с Герасимовым, а ФСБ во главе с Бортниковым. Однако на камеру ответственность за борьбу с украинцами положена на Министерство обороны. Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46, работу заканчиваем. Глава Курской области отчитывается о 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Украинское наступление на территорию России в Кремле называют сегодня акцией. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск. Поскольку пока россияне не оттягивают силы из украинской передовой, отбить украинское наступление вглубь России не удаётся. Об этом пишет Financial Times, цитируя украинских военных, которых перебросили туда с Донбасса. Все они говорят, что эта ротация мощно подняла боевой дух. Украинцы окапываются в России, пишет Forbes. Это знак, что они собираются оставаться надолго. Только с начала этого лета и только из районов Курской области по нашей Сумщине было нанесено практически 2000 ударов, артиллерия, миномёты, дроны. Мы фиксируем, и каждый ракетный удар, и каждый из таких ударов заслуживает на справедливый ответ. И каждый из таких ударов заслуживает на справедливую ответ. Операция в Курской области продолжается уже неделю. Только на выходных президент Украины заявил о ней открыто. Но и после этого украинский генштаб продолжает сохранять тишину, которую иногда нарушают единичные видео, снятые на местах. В пятёрочку заехал. Скажу вам, выбор не очень. Выбор не очень. А тебе лучше? А тебе лучше? Сумщина. Несколько километров от границы и чуть больше ста до Курска. Камера Ройтер зафиксирует здесь украинских военных, которые меняют пробитое колесо. Хоть и прилегающие к границе сёла давно эвакуированы, но поехали не все. У Александра здесь пасека, которую он не смог бросить. О наступлении по ту сторону границы страны и агрессорки он говорит без всяких колебаний. Надо идти. А как? Куда? Что нам делать? Если бы наши не пошли, они бы пошли. Они ведь готовы. Так и надо. Да пусть они почувствуют, поживут в нашей шкуре. А теперь настал черед анализа оперативной обстановки на Лиманском направлении фронта. Кровавая вакханалия путинских войск продолжается. На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Наши защитники отбили четыре атаки. Две продолжаются. А в это время украинскую Сумщину враг засыпает управляемыми авиабомбами. Интенсивность обстрела выросла в несколько раз. Россияне демонстративно целятся в гражданские объекты, в том числе по школам. Среди жертв есть дети. Ужесточение воздушных атак напрямую связывают с активностью боевых действий в районе Суджи. Жителей 23 приграничных населенных пунктов Сумщины срочно эвакуируют. Детали от журналиста ТСН Игоря Бондаренко прямо сейчас. На стене одного из классов Стецковской школы едва держится стенд с правилами безопасного образовательного пространства. Однако пространство вокруг выглядит совсем по-другому. С выбитыми окнами и дверьми, полом, засыпанным стеклом и посеченными стенами и потолками. Вот взрыв произошел, где видите, и как раз прилетела в кабинет. Директор разрушенной школы из собственного кабинета показывает воронки на крыльце учебного заведения. Утром сюда прилетела российская управляемая авиабомба. Снесла крышу, фасад и весь новенький ремонт. Заклад функционировал. Заведение функционировало, развивалось. Нам осталось фактически доремонтировать один пол. Но теперь мы будем начинать все сначала. Кроме школы, взрывной волной задело еще 18 частных домов. Обошлось без пострадавших. А в деревне Магрицы оккупанты кабами коварно ударили днем и вновь по школе. Два брата, которые были во дворе, погибли. Меньшему было лишь 6 лет. Мы же все видим, что у нас начались определенные события на этом направлении. Поэтому, конечно, враг отвечает. К сожалению, у нас очень много таких случаев, которые касаются гражданского населения. Гражданское население, как всегда, страдает. Около полусотни кабов ежедневно превращаются в зону активных боевых действий. Обычно регион был транзитным путем для российских ракет и шахидов. На данный момент все чаще мишенью для обстрелов. Это обычные последствия от взрыва необычного российского снаряда. Отнедавно Сумщину соседи-террористы забрасывают гибридом авиабомбы и ракеты. Модернизированный каб имеет несколько преимуществ. Среди них дальность полета до 100 километров. Это село расположено в 15 километров от российской границы. Кабы прилетели в полдень. В это время Виктор на кухне консервировал помидоры. «Слышу хлопок. Секунд через пять взрыв. Все посыпалось. Пыль. Вытаскиваю на улицу. Дома нет. Это моего брата дом». Авиабомба сдетонировала в воздухе над домом. Весь двор разнесло в дребезги. Обломками зацепило соседа. «Пострадал гражданский мужчина примерно 55 лет. Ранение в ногу и в поясницу. Сейчас он находится в больнице. Состояние его стабильное». Вторая авиабомба попала посреди улицы и не разорвалась. Местные называют это чудом. А наши военные намекают на криворукость российских производителей. Из воронки остатки 250-килограммового каба вытаскивали трактором. Уже к вечеру разрушенные крыши разбитых домов накрывают пленкой и деревянными плитами. Здесь никто не собирается опускать руки, несмотря на новые ежедневные обстрелы. Далее анализ оперативной обстановки на Краматорском и Торецком направлении фронта «Русский мир» и тут продолжает разрушать, убивать и калечить. На Краматорском направлении шли три боя вблизи часового яра. На Торецком направлении по уточненной информации россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка и Нью-Йорка. Тщетно. Очередное горе в Константиновке. Около 11 часов утра российские военные ударили по торговому центру в городе Константиновка Донецкой области. Предварительно оккупанты применяли ракету Х-38. В момент атаки рядом находилось много людей. Следователи уже идентифицировали всех 14 погибших среди них дети. Все детали в сюжете журналистки ТСН Оксаны Солодовник. Удар по торговому центру где всегда много людей Россия нанесла около 11 часов. По предварительным данным полиции враг применил ракету Х-38. Районы удара окутал густой черный дым. К месту попадания сразу же выехали службы ЧАЭС и скорые. Практически сразу же в соцсетях начали появляться впечатляющие фото и видео от очевидцев удара. На них видны масштабные разрушения. На месте террористической атаки разгорелся сильный пожар. Огонь охватил тысячу квадратных метров торговых площадей. В здании работал большой супермаркет. Сколько людей в момент атаки находилось внутри неизвестно. Количество жертв и пострадавших растет каждые полчаса. Спасательная операция продолжается, ведь под завалами еще могут быть люди. Находимся на месте обстрела в Константиновке. Продолжаются поисково-спасательные работы. Задействованы все необходимые службы. ГСЧС, полиция выясняют полное обстоятельство. Ищут предположительно людей. В 14.00 разбор завалов приостанавливается из-за угрозы повторного обстрела. Родственники людей, которые не выходят на связь, не могут найти себе место. А кто у вас был там? Что с ними сейчас известно? Поиски возобновляются при первой же возможности. ГСЧС тушат пожар, он время от времени возникает. О повреждении своего отделения, которое находилось в том же торговом центре, сообщила и Новая Почта. Полностью разрушено наше отделение. Сотрудники живы. У одного из сотрудников контузия. Его везут в больницу. Мы на связи с коллегами, чтобы предоставить всю необходимую поддержку и помощь. Часть посылок уцелела. Стоимость уничтоженных в компании обещают компенсировать. Из-за атаки россиян повреждено также по меньшей мере четыре частных дома. Торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили. Ну что же, теперь переносимся для анализа оперативной обстановки на Харьковское и Купенское направления фронта. Враг звереет и тут. На Харьковском направлении агрессор пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты. На Купенском направлении произошло двенадцать боевых столкновений возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять боестолкновений завершены. Из-за решетки в армию. Контракт подписали уже семь осужденных украинок. Среди них есть и те, кто на передовой уже получил ранение. Заявки других желающих рассматривают командиры. В Министерстве юстиции говорят, никаких ограничений по полу в законе нет. Хотя и признают, прежде всего прорабатывали привлечение в армию осужденных мужчин. Их уже более шести тысяч. Что же мотивирует украинок сменить тюрьму на передовую, узнавала корреспондент КТСН Ольга Павловская. Вместо тюремного наряда военная форма. Госпожа Оксана не скрывает, на передовую попала из тюрьмы. Каждый может сидеть в колонии, но стать человеком все, война всех меняет. Одна из осужденных женщин, ставших к оружию. Она уже получила ранение на нуле на Донеччине. Оно здесь залетело и сюда прошло. Здесь сухожилие мне зацепило, здесь кость. Пуля пролетела. Слава Богу, что я осталась неинвалидом, так что можно идти дальше воевать. Работала уборщицей. Как она сама признается, из-за ошибки и неправильной кампании сечение обстоятельств получила срок 7 лет за ограбление. Отсидела год, когда узнала о возможности пойти в армию защищать Украину. Вы понимаете, мне все равно, что со мной будет, убьют меня или нет, мне уже это не страшно. Она прошла собеседование с командиром врачебную комиссию и, наконец, получила условно-досрочное увольнение и подписала контракт. После учебы стала штурмовичкой. Я никогда не держала автомат в руках, но меня научили, слава Богу. Все воля Божья, сразу было страшно, глаза боялись, руки уже автоматически понимали, что надо делать. Розы, которые цветут за решеткой, уже седьмой год подряд созерцает искра. Изменить это абсолютно на другой пейзаж, на передовой ее цель теперь. Хочется изменить. Хочется измениться и готова. И готова. Она еще ждет, возьмут ли ее в армию в 47 лет и без образцовой биографии. Говорит, прежде всего, хочет искупить вину. В результате моих действий погиб человек, но я пыталась доказать, что не желала этого. Тяжелое очень ощущение, не могу передать. Я делаю все для того и делала, чтобы действительно доказать, что я могу быть достойным членом общества. До освобождения искры остается больше года. Здесь за решеткой работает швеей и войску предлагает все свои умения. и готовить, и готовить, и ухаживать за тяжелыми ранеными, и первую помощь, потому что я работала в больнице, вида крови я не боюсь. Только месяц, как в колонии. Впереди еще более пяти лет за кражей, но уже хочет как можно быстрее попасть в армию. Карина ждет визита ТЦК. Ее двое детей на данный момент у родственников. Говорит, пусть лучше ее из войны будут ждать, чем из тюрьмы. Карина не знает, кем может стать в армии, пока готовит резюме. Образование у меня повара, плюс есть старшебода в море. А там кем возьму. Я не боюсь в этой жизни уже ничего. Все самое худшее уже случилось. Семь осужденных женщин уже получили решение суда об условно-досрочном увольнении и пошли в армию. Это на фоне шести тысяч узников-мужчин, которые выразили такое желание. В законе ограничений по полу нет. Ведется собеседование с командиром, и командир дает согласие. То есть, если эти семь женщин получили соответствующее разрешение суда, это значит, что с каждой из таких женщин были проведены собеседования. И командиры увидели их пользу. Это может быть любая работа, которая полезна на фронте. Не могут поменять тюрьму на армию осужденные за преступления против нацбезопасности, убийства двух или более человек или с особой жестокостью. Также не выйти таким образом из тюрьмы коррупционерам. В то же время осужденные, ставшие к оружию, будут служить до конца военного положения, даже если по приговору им оставался меньше срок. Далее переносимся на Гуляйпольское, Ореховское и Приднепровское направления фронта. Ситуация тут наколена до предела. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ревнополия и Малой Токмачки не имели успеха. На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра. Враг снова атаковал освобожденную Херсонщину. Только в областном центре уже 14 раненых, среди них двое детей. Одна из потерпевших скончалась в больнице. А около 16 часов российские военные накрыли огнем Береслав. Возле магазина ранена 48-летняя женщина. Журналистка ТСН Елена Ванина собирала информацию о последствиях страшных обстрелов. С вечера и ночи россияне непрерывно били по городу в течение 8 часов. Прицельно уничтожали жилые кварталы. Еще накануне здесь стояли нарядные дома. Сегодня руины. На месте автомобилей сегодня куча сожженного железа. Чуть ли не каждые полчаса вечером в сети появлялись сообщения о пострадавших. В Днепровском районе тяжелое ранение получили три женщины. Одна из них 25-летняя умерла в реанимации. В течение адской ночи пострадало 13 человек. Среди них двое девочек 5 и 7 лет. У них острая реакция на стресс. Я была здесь, а ребенок был с той стороны в комнате. Сразу раз ударила, а потом раза 4 или 5, наверное, было громко, а потом, как ударила, все начало лететь, я испугалась. Бегом выбежала босиком по стеклу, схватила ребенка и занесла в летнюю кухню. Херсонцы приходят в себя после громкой ночи. Это просто прямое попадание, практически около фундамента. Ничего нет. Фундамент разбит, газа нет, электрика разбита, крыши нет, стен нет, ничего нет. Среди пострадавших и пожилые люди, которые еще помнят Вторую мировую войну. Все бомбы такие. Бачите, что наделали? Бомбы такие, видите, что наделали? Я уже плачу, что я родилась в войну. Немцы, когда были, они приходили и детей бросали в подвал. Заберите, говорили, их же убьют. А это я еще не слышала, чтобы была такая война, как вот это у нас. Еще бы я не слышала, чтобы была такая война, как у нас. Я не спала. Я не спала, слышу, один раз взрыв, потом второй, люстра упала на меня. Люстра упала на меня. И, несмотря на пережитое, находят силы наводить порядок во дворе и в квартирах. Кричали люди, кричали люди, скорую вызывали, у нас вроде бы никто не пострадал, но разбито все стекло, окна у меня все вылетели. На протяжении суток на правобережье Хельсунщины ранены 17 человек, двое погибло. Россияне разрушили практически четыре десятка частных домов, семь многоэтажек, админздания, газопровод и водопровод. На сегодня все, но уже очень скоро в программе Фронт Ньюс новые, уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин